Событие, подобное падению метеорита, происходит примерно раз в столетие. Пример, почитал такой, да? Примерно, ну, ну что, Тунгусский? Я не видела. В 1908-м был. Ни разу. И вот в 13-м, 100 лет, да. Но наше событие еще уникально тем, что запечатлели этот метеорит сотни фотокамер и видеокамер. С Тунгусским такого не было. Он упал где-то в глухой Сибири и фотографий тех времен. Так и даже камешка не осталось. Сейчас самый большой обломок Челябинского метеорита хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. Но действительно ли небесное тело скоро станет меньше и какие тайны хранит наш метеорит? Об этом мы поговорим с гостем. У нас в студии заведующий сектором планирования отдела специальных проектов Государственного исторического музея Южного Урала. Денис Кузнецов, который сам обожает название своей должности, говорит, длинное, но приятное. Зато приятное. Здравствуйте. Доброе утро. Вот появилась буквально на днях информация в СМИ, что метеорит опасен для людей, бактерий на нем. В связи с какими-то, да. Так ли это? Или люди опасны для него, или вообще никто ни для кого не опасен? Сразу хочется всем таким людям, которые так считают, пожелать доброго здоровья, потому что, ну, это профанация, конечно, и, скорее всего, неправильное понимание ситуации. Вот вы говорили, что правда, что, может быть, для метеорита даже вреднее будет, чем для людей, которые прикасаются к нему. Ну, это тоже, как бы, такая версия, ну, не имеет право на жизнь. Нужно сразу, давайте определиться раз и навсегда, что метеорит не опасен для здоровья. Не нужно бояться его обходить за километр. Он не фонит, он не превращается в чужого и так далее. То есть, в принципе, это все безопасно. Так вот, хотели сенсацию какую-нибудь выводить, а не получается. А вот еще говорят, что он в объемах уменьшается и в весе постоянно теряет. Это имело место быть первое время, когда, если вы помните, метеорит достали со дна озера Чебаркуль. Там-то был вообще огромный камень. Ну, это он и есть. То есть, в принципе, да, конечно, то есть, в первую очередь, в нем была вода, которая испарялась. Потом какое-то количество налета, естественно, вот этого, да, он пролежал в воде долгое время. И в 15-м году мы произвели последние замеры этого метеорита вот этими руками. То есть, в принципе, никто не умер. Третья рука тоже не отрасывается. Да, масса метеорита самого крупного фрагмента сейчас составляет 505 килограмм. А изначально? С погрешностью 2 килограмма. Изначально, да, изначально разные. Источники говорили, что 600 килограмм больше полуто. Ну, давайте остановимся на 505 килограммах. Все-таки это вот более точная информация. Ну, есть даже такая версия, что метеорит, наоборот, полезен для здоровья, что-нибудь там. Ну, честно говоря, я даже видела вчера, когда готовилась в интернете информацию, что можно камешки метеорита в воду и заряжать ее и пить. Или обеззараживать. Мне известен только один случай лечебных свойств метеорита, когда один краснодарский археолог, рецепт сейчас вам расскажу, брал 0,5 этилового спирта, 3 головки, 3 зубчика чеснока, кубанского желательно, и 10 грамм метеорита наставил. Значит, все это варево называлось метеоритовка, настойка на метеорите. Соответственно, вот вам, пожалуйста, лечебные свойства. Не факт только, да. Ну, принимать по 50 грамм до еды или после еды, как он удобно. Лучше не принимать. Да, лучше не принимать, действительно. Из чего он состоит? Давайте уже вот скажем людям, что это ничего-то такое сверхъестественное. Ну, смотрите, там неизученных человечества минералов нет. То есть, в принципе, там ортопероксен, троэлит. Обычный ортопероксен и троэлит. Ну, по сути, да. То есть, это все минералы, которые составляют... Есть у нас. Железо, например, да, то есть магния. Это все вокруг нас, все нас окружает. Неизученных минералов там нет. А мне знаете, что интересно? Сейчас, не знаю, продается нет, но раньше в киосках продавались маленькие, вот в пакетиках кусочки метеорит. Ну, можно, я думаю, найти. Это все-таки настоящие или это какие-то камушки? Это настоящее, да. Я тоже вот хочу разочаровать конспирологов, которые все-таки ждут с планеты Нибиру рептилоидов. Опять же, метеориты огромным количеством, метеоритным дождем выпали на территории нашей области. Их кто-то собирает? Ну, да, конечно. Самый крупный фрагмент упал в озеро и сейчас находится в Государственном Метеорическом музее. А других фрагментов огромное количество. А как понять, что он настоящий? Что это не камушек валяется, вот такусенький, маленький метеорит? Ну, опять же, купить на Авито я не рекомендую, потому что все-таки там никто вам не выдаст сертификат. А как раз-таки сертификатом вы можете прийти в музей, поинтересоваться. У нас в сувенирной лавке маленькие кусочки вот этого метеоритного дождя там за какие-то копейки. То есть его в лаборатории где-то проверяют? Ну, конечно, да. То есть это сертификатом, что это настоящий метеорит с всеми документами. То есть без этих документов это не является он им. Ну, все. Все за покупками. Главное, что мы поняли, что можно купить кусочек настоящего метеорита, что исцеляет он только при определенных условиях, как каша из топора примерно. Определенный, да. Вот, и он не опасен для здоровья. У меня, кстати, идея появилась скоро 8 марта, и есть такая услуга подарить там любимой звезду с неба. А зачем дарить звезду какую-то непонятную, которую ты никогда не увидишь, да? Лучше подарить кусочек метеорита, мне кажется. Сертификатом. Необычно, да. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо, я напомню, у нас в гостях был заведующий сектором планирования отдела спецпроектов Государственного исторического музея Южного Урала Денис Кузнецов.